Девушки отдыхают Вы прекрасно выглядите и у вас прекрасный английский А вот этот интерес к Украине, почему вас вообще заинтересовала Украина? Где Украина, где Америка, Россия, большие страны, большая политика и вдруг Украина? Потому что меня беспокоит война. Я гражданин мира. Я сам воевал во Вьетнаме. Я не хочу, чтобы наша страна шла по этому военному пути. Я ничего не знал об Украине, пока не пообщался с Путиным. И тогда я узнал гораздо больше, особенно когда работал над фильмом «Украина в огне». «Украина в огне» «Украина в огне» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, господин Медведчук. Виктор Медведчук. Для меня честь быть здесь и общаться с вами. Представьте себя людям, которые ничего о вас не знают. Можете немного рассказать нам, откуда вы родом, кем вы являетесь? Вы родились в 50-х годах, верно? Да, я родился в 50-х годах. Виктор Медведчук родился 7 августа 1954 года в селе Почет в Сибири в семье репрессированных родителей. В 1978 году Медведчук закончил юридический факультет Киевского университета. Вскоре он стал одним из самых известных адвокатов Киева. Медведчук никогда не состоял в коммунистической партии. С 1990 года он возглавляет Союз адвокатов Украины. В этот период начинается постепенный переход адвоката Медведчука в политику. Его избирают депутатом Верховной Рады Украины. Эту должность он занимал с марта 1998 по апрель 2002 года. Украинская экономика продемонстрировала самые большие показатели роста в этот промежуток времени, достигнув впечатляющих 12% в год. Но с приходом к власти оранжевых экономика резко остановилась, став шестой частью того, что было когда-то. Медведчук является успешным бизнесменом, владея юридической фирмой BIM, футбольной командой «Динамо Киев» и занимаясь торговлей в области энергетики. Он возвращается в политическую и общественную жизнь в 1998 году, поднимаясь в итоге до позиции первого заместителя председателя парламента. Он был руководителем администрации президента Украины Леонида Кучмы с 2002 по 2005 год. Он также находился в оппозиции президентом Ющенко и Януковича. Считается другом президента России Путина. Владимир Путин – крестный отец его дочери Дарьи. Ну, я бы не сказал, что очень близкий, но мы знакомы, хорошо. Он был руководителем администрации президента Кучмы. Да. Вот, и тогда в том качестве попросил меня поучаствовать в крещении его дочери. И, ну, нашей православной традиции отказываться нельзя. А это была большая честь для вас, быть крестным отцом его дочери? Быть крестным отцом – всегда большая честь. Украина отделилась от Советского Союза в 1991 году. Вы можете описать этот момент? У меня, как и у многих других моих сверстников и людей старшего поколения, была неопределенность, потому что никто не знал, какой будет Украина, каким будет уровень жизни в Украине уже как в независимом государстве. Большинство людей поддерживало то, что путь независимости, путь самостоятельности и суверенитета приведет к большим успехам, чем это было в Советском Союзе. 1 декабря 1991 года на республиканском референдуме население Украины большинством голосов высказалось за выход из СССР. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения, и Советский Союз перестал существовать. На Украине казалось, что республика после обретения независимости сможет в короткий срок превратиться в процветающую европейскую страну. Для этого были все основания. Огромный научно-промышленный потенциал, развитое сельское хозяйство, квалифицированные специалисты и отсутствие на территории Украины межэтнических конфликтов. Желание быть независимыми на практике привело к сокращению отношений с российскими партнерами, которые выстраивались десятилетиями. После 25 лет независимости все иллюзии оказались развеяны. После переворота 2014 года на Украине нет развитой экономики, нет мира, утерян контроль над частью территории. Я сторонник суверенитета Украины и считаю, что тот путь, который был избран в 1991 году, правильный. Неправильным было и остается управление страной. Неправильным остается то, что люди не получили истинного удовлетворения от суверенитета и независимости. Это действительно проблема. Я так понимаю, из-за позиций вашего мужа вы были, так скажем, занесены в черный список. Быть женой оппозиционного политика очень тяжело, особенно последние пять лет, когда к власти пришли демократы, в кавычках, которые проповедуют демократические ценности и готовы к каленым железам расправляться с теми, кто им не нравится, не угоден и говорить что-то другое. А как ваше шоу? Что случилось с вашим шоу? Я 13 сезонов провела самых успешных шоу в Украине. Х-фактор, Украина, Майя Талант. Но после того, как против Виктора были введены американские санкции, меня уволили. И, разумеется, это была политическая расправа со мной как с женой. Это ужасно, что семья, жена в демократической стране они получают за мужа фактически. Мы налагаем санкции на конкретных лиц, ответственных за подрыв суверенитета, территориальной целостности и управления Украиной. Вы числитесь в санкционном списке, в санкционном списке США. Я попал под санкции США одним из первых в марте 2014 года. В официальных документах Белого дома указано о том, что я подлежу санкциям Соединенных Штатов из-за первой, что я отстаивал принципы построения в Украине федеративного устройства государства. Это странным является для страны, которая является федерацией и против того, чтобы федерация была в Украине. Интересно, что взгляды Медведчука на необходимость дать больше свободы регионам Украины разделял и вице-президент США Байден. Во всяком случае, 8 декабря 2015 года, выступая Верховной Раде в Киеве, он практически повторил идеи оппозиционного лидера Украины. Проблема федерализма это то, что она чуть не стала препятствием возникновению нашей нации. Это все несогласие с моей позицией, которую я высказываю публично, высказываю открыто и которой не нравится ни власти, ни национал-радикалам. И вот остальная цифра социологов, потому что за межами краяны уже 8 миллионов заработчан. И если так педать дальше, нас уже совсем скоро будет 32 миллиона. Я сначала очень сильно боялась. Это было ужасно. Это, которое тебя поглощает, это чувство. Я просила Виктора, давай уедем. Сотни тысяч украинцев уехали, талантливых, перспективных. Но Виктор сказал, куда мы уедем? Это моя страна, это моя родина, это мой дом. Я могу кому-то не нравиться. Кто-то может меня ненавидеть. У меня будет другое мнение. Но это моя страна, я ее люблю. Почему я должен уезжать? Конечно. Мы остаемся. В 2018 году Украина уже находилась в состоянии глубокого экономического спада и политического кризиса. Был потерян Крым. На Востоке, в Донбассе 4 года продолжалась кровопролитная война. Мой вся горло, как горит. Что с тобой делает? В украинском обществе сформировались две устойчивые концепции. Согласно первой, Украина должна взять курс на полную политическую, экономическую и культурную изоляцию от России. При этом внутри страны необходимо искоренять любые проявления всего русского, включая памятники истории, религию, общение и язык. Согласно второй концепции, Украина не может и не должна разрывать отношения с Россией, а русскоязычное население должно иметь равные права на сохранение своих обычаев, религии и культуры. Выразителем этой концепции и стал Виктор Медведчук. С 2018 года он является одним из лидеров оппозиционного блока «За жизнь». Партия представляет интересы русскоязычного населения Украины. Политическая оппозиционная платформа «За жизнь» была организована на Украине в декабре 2018 года, чтобы совместно участвовать в президентских и парламентских выборах на Украине в 2019 году. Власть и наши оппоненты называют ее пророссийской, но это неправильно. Неправильно, потому что люди, которые живут и которые хотят дружить с Россией, которые против той политики, которую исповедует власть в виде радикальной русофобии и антироссийской истерии, хотят нормальных отношений с нашими соседями, они выступают за те ценности, которые, к сожалению, в последние годы были нивелированы. Решение, которое, вероятно, является невозможным, это было бы разделить Украину на Запад и Восток. Условное деление, оно всегда существовало. Когда мы говорим о Западе и Востоке, то в 90-х годах мы исходили из того, что в Украине есть раскол. Он угрожает распадам. К сожалению, процесс распада начался. Возникает вопрос, почему? Дело в том, что Украина в сегодняшних территориальных границах это территориальное объединение. Если мы проанализируем историю последних десяти столетий, это была территория различных государственных объединений. Начиная с 10-11 века, это была Киевская Русь, потом Золотая Орда, потом Великое Литовское княжество, занимавшее большую часть сегодняшней территории Украины, потом Крымское ханство, Королевство Венгрии, Польское королевство, Османская империя, Австро-Венгерская империя, Российская империя. И вот эти все территориальные государственные объединения, они создавали здесь свою культуру, свою веру, и признавали те или иные исторические факты. И когда вы провели вот эту черту, против которой я выступаю, вы провели черту по поводу того, что вот это было в большей степени Литовское княжество, Австро-Венгерская империя, а это была Российская империя. И поэтому здесь разная вера, разная история и разные языки. И вот ошибка сегодняшней власти заключается в том, что она пытается выстраивать идентификацию вот этой всей страны, где говорят на разных языках, где исповедуют разную религию, где дают разные оценки историческим фактам, выстраивать эту идентичность на идентичности близкой только части народа, части населения. Вот этой части. Это самая большая стратегическая ошибка киевской сегодняшней власти. Потому что эта идентичность никогда не утвердится на территории всей Украины. 25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому единственным языком, который можно использовать во всех сферах жизни на Украине, является украинский язык. Этот закон немедленно вызвал острую критику, как внутри страны, так и за ее пределами. Украина – полиэтничное государство, где вторым по значимости распространению является русский язык. Своим решением Верховная Рада объявила о фактическом запрете для половины граждан страны пользоваться родным языком. Эксперты предполагают, что данный закон, противоречащий европейской хартии о языках, будет еще одним фактором раскола общества и в перспективе страны. Да, мы будем учить теперь английский. Да, да, я понимаю. Они пытаются делать более по-европейски. Но нельзя пойти против природы. У многих украинцев другие традиции, другие ценности, и не нужно им скармливать Америку. Но вы получаете худшее от Америки. Вы получаете Америку, как нация в долгах. Вы теряете свою экономику. Вы получаете худшее от капитализма и возвращаетесь в Россию в 90-х. И тогда Америка сделает то же, что она сделала с Россией в 90-е. Я знаю, что вы как-то сказали, что Россия и Украина две разные страны, которые объединены историей и традицией. И страны и народы. Вы отметили, что вы две разные нации. Объясните свою мысль. Это два разных народа, исходя из сегодняшнего дня и последних там 200-300 лет. Есть русский народ, есть украинский народ. Но это близкие народы, славянские и православные. Вот основа цивилизационной общности России и Украины. Безусловно, что если сравнивать в целом с Украиной и Россией, это одно. Если сравнивать с западной частью Украины, то это совершенно другое. И поэтому навязывание вот этой позиции и влияние на позицию всей страны, это является ошибкой. И мы должны понимать о том, что бы ни сложилось, и как бы ни складывалась дальше жизнь, а я в это верю и твердо убежден, мы все равно будем соседями. Самое главное, так должно быть. Да, я понимаю. Хотя господин Путин, может быть, с этим не согласен. Он считает, что Украина, часть России, очень и очень близкая. Он никогда не говорил, что это два народа. Я, например, считаю, что русские и украинцы, это вообще один народ. Две страны, один народ? Ну, по сути, это одна нация. Все-таки один народ. Ну, конечно. Вот смотрите, ведь когда вот эти земли, которые являются ядром Украины, присоединялись к России, это всего три области было. Киев, Киевская область, Северная область и Южняя. Никто не считал себя чем-то другим, кроме как русским. Потому что в основе лежала что? Религиозная принадлежность. Это отношения... Все были православными. И считали, и называли себя русскими. И они не хотели быть частью католического мира, куда их подтаскивала Польша. Значит, ну, я прекрасно даю себе отчет в том, что со временем вот эта идентичность этой части России, она как-то определилась, и люди имеют на это право. Это позднее начало использоваться для раскачки самой Российской империи. Но в основе своей истории и по той же религии огромного количества связей, причем родственных связей, близких. Это, по сути, один народ. Это по традициям. Очень, очень, очень много. При этом, если часть людей, которые проживают, значительная часть в Украине сегодня, считают, что они должны бороться за, подчеркивать свой идентичный, бороться за это. У нас в России никто против этого ничего не имеет. И я тоже. Но просто мы имеем в виду, что у нас много общего, мы можем использовать это как конкурентные преимущества при определенных интеграционных процессах. Это совершенно очевидный факт. Но сегодняшние власти этого явно не хотят. Но я думаю, что здравый смысл, он восторжествует в конце концов. И в конечном итоге, все-таки мы придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение не избежит. Сближение не избежит. Да, действительно, господин Путин говорил о том, что это не два народа, а один народ. И у меня по этому поводу были с ним продолжительные дискуссии. И я думаю, что он склоняется к моей точке зрения, когда я это мотивирую теми аргументом, потому что это действительно два народа. Но он никогда не говорил, что это страна одна. Она была одной страной. И называлась она Советским Союзом, но этой страны нет. И сегодня есть независимая Российская Федерация, независимая Украина и другие бывшие республики Советского Союза. Ликование на улицах украинской столицы, когда протестующие взяли под контроль Киев, а президент Виктор Янукович был отстранен от должности. 20 февраля 2014 года на главной улице Киева произошли страшные события. И нет больше возможности вернуться к Украине, какой мы ее знали. С самого раннего утра неизвестные снайперы открыли огонь по протестующим и сотрудникам правоохранительных органов. Напряжение было велико, и обе стороны были разъярены. Президент Янукович, спецподразделение «Беркут» и специальные силы безопасности были обвинены в убийствах. Разъяренные толпы протестующих стали нападать на полицию. Начался вооруженный переворот. Кто стрелял в протестующих? У вас есть идеи? Первое официальное расследование началось. В отчаянной попытке скрыть факты следователи обвинили спецназ «Беркут», Виктора Януковича, помощника президента Путина Владислава Суркова и российский спецназ. Во всех обвинениях не хватало одного – доказательств. Но некоторые собирали эти доказательства. Например, профессор Иван Коченовский из Университета Оттавы в Канаде. Профессор Коченовский в течение последних пяти лет расследует события, связанные с бойней на Майдане. В его расследовании, основанном на перекрестном изучении видео и аудиофайлов, он продвинулся намного дальше, чем все официальные группы вместе взятые. Это было совершенно беспрецедентно. То, что было так много телевизионных камер, так много журналистов, которые просто следили за такими массовыми убийствами. Практически на всех главных телеканалах США, Канады, Украины, Германии, Польши и многих других европейских стран, за исключением России, везде это было представлено как доказательство того, что это было в основном убийством со стороны полиции. Полиция расстреливает протестующих из АК-47 и снайперских винтовок. Во время официального расследования убийств на Майдане были проигнорированы важные факты. Снайперы базировались в зданиях, которые находились под контролем протестующих. Во время своего расследования профессор Коченовский обнаружил новые, ужасающие факты. Я обнаружил видеозапись, снятую бельгийским телевидением из отеля Украина. Это видео показывает, что они шли к месту резни не сами по себе. Их вели двое других протестующих и очень громко призывали их пойти на это место. Не было никаких причин идти туда. Их специально позвали именно в это место для расстрела. Жертв приводили в определенные места. Было запланировано, что их убьют, и все это будет заснято. В расследовании профессора Коченовского, которое было основано на научно структурированном анализе всех доступных видео и аудиозаписей, он пришел к выводу. Бойня на Майдане была ключевым пунктом в организации государственного переворота. И все убийства были спланированы заранее. Есть два интервью, опубликованные в недавней книге украинским журналистам, выступающим за Майдан. В этой книге они взяли интервью у двух ультраправых лидеров Украины. Один был главой партии «Свобода», а другой заместителем главы парламента Украины во время резни на Майдане, который был одним из лидеров этой же ультраправой партии «Свобода». Они, лидеры Майдана, встретились с некоторыми высокопоставленными представителями Запада. И один из них сказал им, что убийства нескольких протестующих недостаточно, чтобы западные правительства изменили свою позицию. Они конкретно сказали, конец признания правительства Януковича возможен только, если число жертв будет около ста. Политика западных правительств изменилась сразу после бойни на Майдане, что опять-таки не случайность, потому что сто человек и были убиты. Вы знаете, дело в том, что за эти четыре года было обнародовано очень много версий журналистских расследований, и даже снято большое количество материала по поводу о том, что это были снайперы, причем грузинские снайперы. Это делал еще кто-то для того, чтобы спровоцировать противостояние и кровопролитие. Но факт заключается в том, что до сих пор так и не установлено, кто начал стрелять в протестующих. И если это не сделали за четыре с половиной года, то как человек, который что-то понимает в юриспруденции и в расследовании уголовных дел, могу сказать, что это фактически останется неразрешенным. Исследователи утверждают, что были снайперы на Майдане. Медики по углам стрельбы, положению тел протестующих и полицейских пытаются что-то доказать. Расследование ведется очень и очень плохо. Но даже на основании тех доказательств, что уже есть, видится присутствие грузинских снайперов. Нет, я знаю о том, о чем вы сказали. Я знаю о том, что действовавшие тогда власти во главе с президентом Януковичем не использовали армию и не были заинтересованы в том, чтобы давать хоть какой-то повод для действия силового характера со стороны оппозиции. И как мне неоднократно говорил господин Янукович, у него даже в голове не укладывалось применить силу против гражданского населения, даже против тех людей, которые уже взяли в руки оружие. Вот я полностью исключаю, что это он мог сделать. А вот те, кто искали повод для госпереворота, те, конечно, вполне могли. Я помню, вы говорили мне о звонке от Обамы. Президент Обама и президент Путин не согласны по всем основным вопросам ситуации на Украине. Но два лидера продолжают говорить о потенциальных, подчеркиваем, потенциальных возможностях разрешить этот кризис. Вы с Обамой договорились, как я понял, что не будет стрельбы. Ну, вы знаете, Обама уже не президент, но, тем не менее, есть определенные вещи, о которых мы публично не говорим. В самом случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре с американской стороны не были исполнены. Я бы на этом ограничился. Я не стал бы в детали вдаваться. Но виновные избегают наказания за убийство после успешного переворота. Те события, которые произошли на Майдане, которые начались в конце ноября и закончились 21-22 февраля уже 2014 года, они во многом были предопределены как элемент и сегмент внешнего управления, которое было после этого фактически введено Вашингтоном в Украину. И вот сначала не правительственные фонды, а организации и правительственные чиновники Биди и Элли, представительстве той же Нулан, того же последствия Байдена, вице-президента США и многих других, они в открытую поддерживали вот эту эскалацию насилия, в результате которой произошло свержение власти. Самое интересное заключается в том, что ведь вооруженные действия, они действительно имели место, и в этих действиях были признаки состава преступления, то есть это были тяжкие преступления. Но когда это произошло, а закончились эти действия фактически 21 февраля, то Верховная Рада Украины приняла закон, приняла амнистию. То есть это был закон о недопущении привлечения к уголовной ответственности тех лиц, которые участвовали в протестах, и этим законом были реабилитированы все, кто участвовал в этих действиях, которые содержали признаки преступления и те, которые совершали по сути эти тяжкие преступления. Более того, в этом законе было отмечено в статье 9 о том, что категорически запрещено собирать информацию о лицах, которые участвовали в протесте, то есть те, которые впоследствии пришли к власти протестующих. То есть они на будущее заложили фундамент, при котором те, кто тогда осуществлял действия, в которых были составы преступления, они не могли быть привлечены к ответственности. Мы понимаем, что как раз свержение власти произошло вооруженным путем, но никто за это ответственности не понес и уже не понесет, потому что было принято по этому поводу законодательное решение. И я вам привел пример не напрасно статьи 9 закона об амнистии 21 февраля 2014 года, где запрещено собирать данные персональные и фиксировать любые действия, которые имели отношение к тем, кто протестовал. Значит, и к тем людям, которые могли участвовать или организовывать то, что вы сегодня называете применением оружия. Группа националистов сожгла вашу виллу. Да, нет, это было в 2014 году, в феврале месяце, как раз в разгар событий на Майдане. Да, но кто же поджег? Это были национал-радикалы. Дело в том, что за эти годы следствие делало вид, что она расследовала, но он так и не установил виновных. Так что, никакой справедливости? Да, справедливости в этом вопросе нет и, в общем-то, наверное, и не надо ее ожидать, потому что это ведь не единственное событие, которое коснулось меня или моей семьи. Потому что в 2014-2015 году были попытки захватить мой офис рабочий. Пойти вместе с нами, взять шины, там возьмем моих 5-10, запалим, как это было на Майдане. Далее проведем вичи и пойдем мочить покидка Медведчука, которого штаб тут неподалеку зараз расширался. Несколько раз поджигали офис. Это все несогласие с моей позицией, которую я высказываю публично, высказываю открыто и которой не нравится ни власти, ни национал-радикалам. Кстати, последняя попытка поджога моего офиса была несколько месяцев тому назад, в сентябре 2018 года. И вопрос заключается в том, что власть с 2014 года она потеряла такую очень важную функцию, это функцию применения насилия. Так почему же многие украинцы ненавидят Россию? Вы знаете, это связано с теми процессами, которые были в течение этих четырех лет. Для того, чтобы внести вот этот раздел, раскол, между отношениями России и Украины. И это политика сегодняшней власти, которая возведена в ранг государственной политики. Неприязнь в отношении России нарастала давно. Украина претендовала на ведущее место на всем постсоветском пространстве. Одна из крупнейших стран Европы не могла находиться на вторых ролях. Но она проигрывала соревнования за лидерство России. И с этим проснувшемуся национальному сознанию было сложно смириться. Кроме того, быстро выяснилось, что украинским политикам очень удобно объяснять все промахи в экономике неконструктивные позиции России. До определенного времени споры и соперничество не выходили за рамки отношений двух братьев, живущих по соседству. С приходом к власти националистически настроенного президента Ющенко в 2005 году ситуация обострилась. Антироссийская политика украинского руководства стала более ярко выраженной и усилилась пропагандистское давление на население. Впрочем, это никак не мешало миллионам украинцев уезжать работать в более богатую и стабильную Россию. С декабря 2013 года антироссийская пропаганда приобрела истерический характер. В дни противостояния на Майдане постоянно распространялись фейковые новости. Например, будто российский спецназ уже находится в Тиеве и готовится применить силу в отношении протестующих. Гибель людей на Майдане также охотно связывали с присутствием российского спецназа. И когда постоянно нагнетается ситуация, что во всем виновата Россия, то большинством населения это и воспринимается, как, например, штамп по поводу того, что Россия агрессор. Большинство населения Украины сегодня считает Россию агрессором. После того, как Крым был потерян, на Украине Россию открыто стали называть врагом. Отторжение целого региона было болезненно воспринято украинским обществом, часть которого выросла и сформировалась в условиях независимости. Войну в Донбассе тоже связали с вмешательством России. Проправительственные СМИ твердили, что в Донбассе присутствуют целые российские дивизии, и именно они обстреливают городские кварталы Донецка и Луганска. Население Украины в это охотно поверило. Гораздо проще считать Россию агрессором, чем воспринять тот факт, что украинская армия бомбит и обстреливает украинские города. Что убитые женщины и дети это жертвы именно украинской армии и военных формирований украинских нацистов. Проще было обвинить во всем лично Путина. Мистер Путин, вы можете выиграть сражения против войск, но вы никогда не выиграете сражения против нации, объединенной украинской нации. Итак, господин Путин, который является крестным отцом вашей дочери, плохой человек, образ врага. После того, как я поговорил с господином Путином, у меня создалось впечатление, что он старается удержать баланс, предотвратить жестокость. Это большая опасность. Я уверен, что на господина Путина оказывается сильное давление в России со стороны тех, кто недоволен ситуацией, так что он старается сохранить мир. Безусловно, он не просто балансирует. У Путина отношение к Украине исключительно положительное. Вы знаете, отношения на сегодняшний день непростые. И это спровоцировано вот этими тяжелыми событиями, связанными с госпереворотом. И вторая часть этой истории, это пропаганда действующих властей в сегодняшней Украине, которая выставляет Россию виновницей всех последовавших за этим трагическим событием. Итак, мистер Медведчук будет хорошим посредником. Думаю, да, но у нас во многом разные позиции, разные точки зрения. И он, я знаю уже давно, он человек слова. Если он что-то говорит, он это делает. Потому что он есть убеждение. Решение, которое разозлило Россию и вызвало огромную неопределенность относительно будущего войны на Украине, было принято в США. Президент Дональд Трамп одобрил продажу смертоносных боеприпасов украинскому правительству. Украину можно использовать для давления на Россию. Она находится по соседству с Россией. И потому что существует история вражды между половиной Украины, половиной того, что было с Украиной и было с Россией, они были в состоянии навязать некую глубинную вражду, которую многие американцы просто не понимают. Это идет из поколения в поколение. И работа прессы во всем этом состояла не в том, чтобы сообщать об этом, а в том, чтобы скрывать это. Но это была не просто цель. Это было средство для достижения цели. А цель, к которой они стремились, было противопоставление России и Украине. Мы не дадим России ни одного шанса захватить Украину. Поэтому мы делаем все возможное для дополнительного финансирования вооруженных сил. Это активная агрессия со стороны России по отношению к украинским судам, мирно проплывающим через Керченский пролив, в украинский же порт. 25 ноября 2018 года в Керченском проливе произошел первый вооруженный инцидент между Украиной и Россией. Давай, б***ь! Давай, б***ь, держаться всем! Лев на рот! Этот конфликт мог легко перерасти в крупномасштабные боевые действия. Украинские военные корабли попытались войти в акваторию Азовского моря, нарушив по версии России государственную морскую границу. Украинская сторона утверждает, что ее корабли находились в нейтральных водах. В ходе конфликта российские пограничники действовали жестко и применили оружие. Корабли Украины были задержаны, а экипажи арестовали. Я не видел вас со времени Керченского инцидента. Что вы думаете по этому поводу? Бывший президент господин Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избирать. Использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, а потом введения особого положения. У меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране. А может быть отложить выборы в этой связи. Хотелось во что бы не стало удержать власть. И искал любые средства для того, чтобы эту идею реализовать. Элемент агонии правящего режима. Хотя Виктор Медведчук находился в жесткой оппозиции к администрации президента Порошенко, именно он отправился в Москву, чтобы договориться с премьер-министром Медведевым об освобождении украинских моряков. Медведчук не первый раз занимается судьбой украинских заключенных. По сути, он исправляет пассивность и бездеятельность украинских официальных властей, занимаясь решением гуманитарных проблем. Как часто вы ездите в Донбасс? Вы знаете, я раньше очень часто ездил и бывал и в Донецке, и в Луганске. В связи с тем, что я вел прямые переговоры по вопросу освобождения наших граждан, ну, как, впрочем, и в Москве, да. Поэтому я занимаюсь переговорами и обменами с декабря 2014 года, поэтому... Правительство Донецкой Народной Республики заявило, что в будущем не может быть никаких связей с Киевом, кроме обмена заключенными, которые были уже утверждены. Только Россия может выступить посредником. Я хочу обратиться к вам в просьбу, используя ваш авторитет, проявить гуманист, обратиться к главам непризнанных республик, господам Захарченко и Плотницкого, провести этот обмен, как первый этап обмена всех на всех. Мне жалко Украину. Я не совсем понимаю все эти силы, которые привели к разделению, этой поляризации страны. С американской точки зрения, это просто кнопка, рычаг для того, чтобы раздразнить русских и держать их на крючке. Поэтому на месте любого гражданина любой страны я бы переживал, что США используют эту ситуацию с Украиной в любой момент для перехода к реальной войне. Весь мир наблюдает за вами. Это факт. Они наблюдают за вами, потому что надеются на ваш успех. Вы думаете, что это спланировано? Люди с Уолл-стрит и западной политики, что они хотят сделать из Украины свалку? Вы знаете, я даже не думаю, я в этом уверен. На момент распада Советского Союза многие эксперты вполне обоснованно включали Украину в десятку наиболее развитых стран мира. Стартовые позиции независимой Украины впечатляли. Треть всей промышленности СССР. Самое большое в мире черноморское пароходство. Ракетная, авиационная и космическая промышленность. В итоге, после разрыва экономических связей с Россией, Украина совершила антирекорд. За годы независимости ее экономика сократилась на треть, опередив в этом беднейшие страны мира. После 2014 года Украина взяла резкий курс на декоммунизацию. Памятники советского времени падают на землю один за другим. Но вместе с памятниками Украина расстается со своим индустриальным величием. Окей, что происходит? Люди с Уолл-стрита зарабатывают деньги на этом. Украина становится мусорной облигацией, торгуют будущим страны на фондовом рынке. Украина еще в составе Советского Союза была самой крупной республикой по производству локомотивов и тепловозов. Деиндустриализация в Украине привела к тому, что мы теперь начали закупать эти тепловозы в Соединенных Штатах Америки. Кому это выгодно, это выгодно тем, кто сегодня лоббирует методами, влияющими на экономическую интеграцию, на вопросы реализации своей продукции. Через пять лет после революции достоинства как-то неожиданно стало ясно всем. Запад не собирается открывать для Украины свои рынки сбыта. Неожиданные конкуренты оказались никому не нужны. Гораздо выгоднее было заставить украинцев ликвидировать свой потенциал. Когда-то Украина была одной из немногих стран, которая могла производить авианосцы. Теперь на Украине нет судостроения. Когда-то Украина создавала космические ракеты. Теперь у нее нет космической промышленности. Нет авиастроения, нет собственного автомобилестроения. ВПК, военно-промышленный комплекс, он приносил когда-то в бюджет до трех миллиардов долларов ежегодно. Сегодня большинство предприятий закрыто. Часть предприятия находится на неконтролируемой Киевом территории. Естественно, говорить о том, что мы сегодня пытаемся реализовать эту продукцию и посылаем на экспорт, это незначительные объемы, которые, конечно же, не могут приблизиться к этой цифре, которая была раньше. Потому что чем меньше мы будем производить, тем больше мы будем закупать. А это один из элементов вот этой внешней экспансии и внешнего управления, которое ввел начиная с 2014 года Вашингтон по отношению к Украине. Киев выглядит потрясающе. Еще одним удивительным экспериментом над здравым смыслом стала угольная афера. Украина, располагающая мощными залежами угля в Донбассе, неожиданно превратилась из экспортера в импортера угля. Такое ощущение, что в Киеве и Вашингтоне договорились придать новый смысл поговорке «возить уголь в Нью-Касл». После начала конфликта на Донбассе Киев демонстративно отказался закупать донецкий уголь и решил заменить его на импортный из США и ЮАР. Можно было закупать и в России, но политика взяла вверх. Второй пример. Пенсильванский уголь. Он дороже российского во много раз. И он дороже ЮАР. Углянулась ЮАР. А можете представить разницу в логистике транспортировки Украина и Россия и Украина и Соединенные Штаты Америки и Украина и ЮАР? При этом мы сегодня закупаем в России 63% по импорту угля. И уже 30% всего импортного угля закупаем в Соединенных Штатах Америки. Разве это не результат того, что вы спрашиваете? Разве это не результат того, кому это выгодно, кто это делает? Вот те и делают, кому выгодно реализация этой продукции в Украине. Для того, чтобы не было отечественного производства, для того, чтобы страна с производителя превращалась в страну приобретателя и покупателя. Вот в чем интерес. А тут нефть и газа ничего такого нет. Вы знаете, у нас нефть и газ есть везде, только мы его не добываем, его надо разрабатывать, да, на ресурсы. Украина богата, но для ресурсов нужны инвестиции, которые должны быть вложены в экономику Украины, для того, чтобы добывать эти полезные ископаемые. нефть. А вот с инвестициями и инвестиционным климатом как раз в стране обстоят дела крайне негативно. Экономика не развивается, инвестиционный климат не создан. Существует давление административного ресурса, рейдерские захваты бизнеса, отсутствие справедливой судебной системы, и кто же будет вкладывать деньги. Впрочем, нашлись смелые люди, которые решили вложиться в украинскую нефть. Внимание мировых СМИ привлекает одна компания Буризма Холдингс. В совете директоров Буризма заседают очень и очень интересные люди. Например, Хантер Байден, сын вице-президента США. Конечно, такое положение дел можно только приветствовать, но настораживает одна деталь. Сын вице-президента США получил свой пост почти сразу после официального визита его отца на Украину. Итак, бывший вице-президент Джо Байден и его сын Хантер провернули крупную сделку с Украиной. Расскажите об этом. Да, его сын был и сейчас остается в совете директоров одной из компаний, которая занимается добычей нефти и газа в Украине. То есть этим тоже объясняются экономические интересы семьи Байдена. Не только сына, но, наверное, и высокопоставленного отца. Наверное, именно это позволяло господину Байдену, когда он был в качестве куратора, когда находился при власти, куратором со стороны Вашингтона в Украине, он фактически вел себя как человек, представляющим не просто страну, которая вела внешнее управление, это был представитель или руководитель митрополии по отношению к колонии, где колония выступала, к сожалению, моя страна. И его выступление в парламенте, я его очень хорошо помню. Спасибо большое. Это было не просто поучительное, это было выступление, где он говорил, что надо делать и как надо делать. И говоря о своей позиции, он исходил не из того, чтобы ее аргументировать и объяснить, а из того, что это решение где-то там принято, за океаном. Офисы генерального прокурора нуждаются в реформации, судебная система должна быть пересмотрена, энергетический сектор должен быть конкурентоспособным и управляться рынком, а не привлекательными сделками. А вы, так называемый законодательный орган, перед которым он выступает, должны эту политику, эти линии реализовывать. Украине нужен бюджет, соответствующий вашим обязательствам перед МВФ. Все остальное поставит под угрозу с трудом завоеванный украинный прогресс и сведет на нет поддержку Украины со стороны международного сообщества, которое всегда незначительно. 22 марта 2019 года оппозиционные украинские политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко встретились в Москве с премьер-министром Медведевым. Речь шла о заключении нового газового контракта между Россией и Украиной, а также о транзите газа через ее территорию. Интересно, что от лица Украины переговоры вели неофициальные лица, но иначе и быть не могло. Из-за споров о цене на газ, а также по политическим причинам, Украина обходится без прямых поставок газа из Российской Федерации. Фактически, как уже признавали и сами украинские политики, в реверсном режиме через специальные схемы закупается тот же газ из поставок Газпрому в ЕС, но через европейских посредников. Например, через Польшу. В результате за 4 года цена газа для населения выросла на 1079%. Такова плата граждан Украины за фиктивную газовую независимость. А потом? Потом началась двусторонняя экономическая война. Дело в том, что Украина присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении России. И Россия ввела контрсанкции против Украины. И это нанесло еще один сокрушительный удар по экономическим возможностям реализации производства Украины на рынках России и страны СНГ. А замещение этим рынком Украина, к сожалению, не нашла. И 30% бюджета идут на выплату долгов. Это нагрузки финансовые, которые не может выдержать даже нормальная экономика, а не та, которая находится в условиях глубокого кризиса. Чего щороку из Украины выезжает приблизно миллион громадян. Я вам хочу сказать, что наравне с деиндустриализацией у нас идет еще процесс, который власть и наши СМИ не замечают. Это еще один процесс, он называется деинтеллектуализация. Почему? Это связано с пагубной негативной системой образования, которая введена в Украине. Это связано с отсутствием сегодня научно-технических разработок, потому что наука и внедрение новых технологий фактически не финансируется в стране. Естественно, что утечка мозгов идет по линии того, чтобы найти применение этим мозгам. Индустриализация привела к закрытию десятков тысяч крупных и средних предприятий. И после этого люди искали работу. Они сегодня ее ищут в России, в Польше, в Европе. Они покинули, не найдя финансовое обеспечение своих семей в Украине. Я основал фонд в Украине в 1990 году, то есть за два года до независимости Украины. Где во всем этом фигурирует Джордж Сорос? К сожалению, везде. Если мы говорили о каких-то положительных последствиях деятельности этого господина, то надо было отмечать о каких-то успехах, но его деятельность направлена в основном на то, что произошло в тех, занимал активную позицию своей деятельности с различными фондами. Мы помним страны, которых посетила так называемая арабская весна. Ливия, Тунис, Египет. Мы помним революцию Тюльпанов в Киргизии, мы помним революцию Рос в Грузии, мы помним оранжевую революцию 2004-го. И, наконец, мы помним и ощущаем последствия не только оранжевой революции, но революции достоинств 2013-2014-го года. Это ведь тоже его деятельность. И он не остановился. Он продолжал действовать и в 2015-м, и в 2016-м году. Русские одержали победу. Они выполнили поставленную задачу. У них была цель сеять раздоры и разногласия в нашем обществе и в целом помогать Дональду Трампу. И это им удалось. Самая большая ошибка, которую люди делают, говоря о сговоре Трампа и России, это повествование о Рашингейт с точки зрения MSNBC. Крем предложил грязь для компании Трампа и президентская компания ответила утвердительно на данное предложение. Это больше не является открытым вопросом. Это все было уже доказано. Они думают, что скандал начался в ночь выборов 2016-го года, но на самом деле это часть гораздо более длинной серии событий, когда Барак Обама был избран. Я ноль, Киево и сейчас я на Майдане. Я хочу, чтобы вы знали, почему тысячи людей со всех уголков моей страны вышли на улицы. Теперь о непосредственном участии Хиллари в этом мы ничего не знаем, потому что электронные письма Клинтон были скрыты от нас. Эта программа Гражданское общество 2.0 показывает, что они понимают, что это кибертехнология, эти смартфоны, вся эта технология и тактика и факторы быстро меняли. Скандал, который стал общеизвестным во всем мире и который почему-то называется о вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах, разразился в Украине. Это цифровой эквивалент 11 сентября. В новом отчете разведслужб в Шаг говорится, что Путин и правительство России сговорились, чтобы помочь избранию в президента Дональда Трампа. Это электронный Уотергейт. Россия мне не помогала. ФБР, как часть нашей разведывательной миссии, расследует попытки российского правительства вмешаться в президентские выборы 2016 года. Понятно, что Россию сразу же обвинили во вмешательстве в процесс выборов 2016 года. Я и тогда не вмешивался, сейчас не хочу вмешиваться и в будущем себя расскажем. Но сейчас в Америке идет расследование об украинском вмешательстве в те же выборы. Ситуация выглядит очень странно. Порошенко всегда поддерживал администрацию Клинтон против Трампа. Ну да, здесь секрета никакого нет. Вы считаете, что вмешательство было? Я не думаю, что это можно трактовать как вмешательство со стороны украинского государства. Они исходили из того, что госпожа Клинтон победит и все делали для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность к будущим американским властям. Здесь ничего такого особенного нет. Пытались создать уже благоприятное о себе мнение у будущего президента. Поэтому они позволяли себе нелицеприятные выражения в отношении Трампа и всячески поддерживали демократов. Это никакой десекрет, никакого нет. Они же почти публично действовали. Речь идет о почему-то вмешательстве России. Связан он в первую очередь с бывшим руководителем штаба кандидата президента Дональда Трампа господином Полом Манафортом. Посадить! Посадить его! Посадить! И в этом скандале, который разразился в Украине, он сыграл организационно и идеологическую функцию. Давайте поговорим об этом новом репортаже из Нью-Йорк Таймс сегодня утром о Поле Манафорте и его отношениях с Украиной. Для того, чтобы организовать этот скандал и скомпрометировать тогда кандидата в президенты и его штаб, что фактически ему удалось. И господин Манафорт был отстранен от власти главы штаба. В августе прошлого года присяжные признали Манафорта виновным во сне преступлениях, включая налоговые и банковские мошенничества. Через месяц сотрудничать в обмен на смягчение приговора. Пол Манафорт консультировался с партией регионов. Партия регионов это политическая партия, основанная в конце 1997 года и затем ставшая крупнейшей партией на Украине. В Нью-Йорк Таймс Эндрю Крамер публикует историю о том, что имя Пола Манафорта находится в некой черной бухгалтерской книге. Сергей Лещенко украинский журналист, ставший депутатом, который поставил своей целью борьбу с коррупцией. Здесь был офис Манафорта. По его словам, здесь было найдено ключевое доказательство подозрительное счет-фактура, которая была подписана лично Полом Манафортом. Человеком, выдвинувшим это обвинение в отношении Манафорта, был Сергей Лещенко. Сегодня я представляю документы, которые были подписаны лично Полом Манафортом. Лещенко, у него есть образ, примитивно-ошибочным я его называю этот образ, борца с коррупцией. Проблема с коррупцией является проблемой целого периода украинской независимости. Он борется с коррупцией по указке. Вот есть указка бороться с таким-то коррупционером, он борется, а если нет, он этого не делает. Более того, он проиграл большое количество судебных исков по отношению к себе о защите, чести и достоинствах. Потому что информация, которую он часто пользуется и публично, с учетом авторитета журналиста сообщает, она является не просто неправдоподобная, она является лживой. И именно ему, как человеку, как депутату, как бывшему журналисту, поручили обнародовать вот эти записи с этой амбарной книги партии регионов. Интересный факт заключается в следующем. Когда вскрылась история с так называемой амбарной книги партии регионов, причем, когда он первый раз об этом сообщал, Лещенко, то там не было поломановгородного. Он говорил о других лицах. То есть шла технологическая подготовка к главному удару. Потому что все это делалось только с одной целью. Это нанести удар по кандидату в президенты Дональду Трампу. Почему я в этом уверен? У меня для этого есть веские аргументы. Да потому что в этой книге были сотни лиц за 4 года. Там были огромные суммы. Там были десятки миллионов долларов. Много десятков миллионов долларов. И там были конкретные люди, где указывалась не только их фамилия, но еще и их подписи личные о том, что они получали эти деньги неофициально. До сих пор не расследовано ни одно уголовное дело по этим записям. Никто не привлечен к уголовной ответственности. Значит, вывод, что это делалось для сконцентрированного, целенаправленного удара в отношении главной цели. И эта главная цель, которая пришла из-за океана, называлась кандидат президента Дональд Трамп. У Сергея Лещенко и его антикоррупционной команды есть все основания хотеть, чтобы Дональд Трамп был побежден в этих выборах из-за своей поддержки России, которая в настоящее время находится в состоянии войны с Украиной. И это точка в истории, где музыка меняется на зловещую и мрачную. И это удалось. Манафорт был отстранен от руководства штабом, тогда еще кандидата в президенты. Подобные вещи не могли осуществляться в каком-то автономном режиме. Они могли иметь место только в том случае, если на это дала добровласть. Поэтому эти действия нельзя расценивать иначе, как вмешательство. Тем более, вмешательство как термин, который очень популярный. Русское, 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 русское вмешательство в выборы, русская охота на веки. Мы говорим, если опять хотите вернуться к выборам в США, ну, слушайте, огромная страна, огромный народ со своими собственными проблемами, со своими представлениями о том, что хорошо, что плохо, с пониманием того, что для среднего класса за предыдущие несколько лет, 10 лет, допустим, при огромном росте благосостояния правящего класса и богатых людей для среднего класса ничего не поменялось в лучшую сторону. И именно это обстоятельство поняли те, кто вел передвиженную кампанию господина Трампа, и он сам понял. И он отработал на этой площадке. И какие бы наши блогеры, я не знаю, кто там, кто работает в интернете, как бы не высказывали свою точку зрения по поводу ситуации в США, это не могло сыграть ключевой решающую роль. Это чушь собачья. Просто о нем говорят в большей части, когда речь идет о вмешательстве в выборы президента США со стороны России, но в данном случае даже суд установил о том, что эти действия были неправомерны, которые влияли на избирательный процесс. И я уверен, что за этим тоже стоит господин Сорос, потому что это команда демократов, Нуланд, Сорос, Байден, в угоду интересам Хиллари Клинтон делали все для того, чтобы не дать возможность избраться господину Трампа на выборах 2016 года. Люди используют слово досье для придания такого официального звучания. Давайте просто назовем вещи своими именами. Слух, запущенный источником ФБР, который впоследствии был снят с должности, проплаченный Национальным Комитетом Демократов и, кстати, Кристофер Стил тоже ненавидел Дональда Трампа. В течение лета 2016 года Виктория Нуланд оповещалась Кристофером Стилом. В начале 2018 года Виктория Нуланд призналась, что ее информирован Кристофер Стил. Она говорила об этом открыто, в лицом к нации, на CBS. Во время украинского кризиса 2014 и 2015 годов у Криса Стила было несколько коммерческих клиентов, которые спрашивали его о том, что происходит в России, что происходит в Украине. Почему? Хорошо, моя версия, что они были обеспокоены. Они хотели опередить репортаж и объяснить, почему они разговаривали с Кристофером Стилом. У Криса был друг в государственном департаменте, и он предложил нам эту бесплатную отчетность, чтобы мы тоже могли извлечь из этого пользу. Виктория Нулун сказала, я немедленно убедила его пойти в ФБР. В середине июля, когда он делал эту другую работу и стал беспокоиться, досье, досье, он обмолвился двумя-четырьмя страницами рассказа о том, что он нашел. И наша немедленная реакция на это была. Это не в нашей компетенции. Это должно пойти в ФБР. И вы найдете множество людей, которые убеждали Кристофера Стилла пойти в ФБР. Джон Маккейн убеждал его пойти в ФБР. Все уговаривали его пойти в ФБР. И почему так? Я думаю, что они готовили кавер-версию. Они хотели сказать, мы говорили идти в ФБР. И я думаю, на самом деле, они организовали информационную операцию. Я работал в украинском посольстве в Вашингтоне в 15-м и 16-м годах. И однажды ко мне обратился заместитель руководителя миссии украинского посольства с просьбой встретиться с человеком, которого она очень хорошо знает. И я встретился с сотрудником НДК Александрой Чалупой. Александра Чалупа юрист, работавшая в администрации Билла Клинтона в качестве стажера. Она работала в НДК около 12 лет и она украинская американка, чья мать была глубоко вовлечена в политику. В 2015 году Александра Чалупа и ее сестра начали активную кампанию против Пола Монафорта. Вот кем является Пол Монафорт. Он кукловод. Он кукловод жестоких диктаторов по всему миру. Монафорт из Коннектикута. Они отправились в Коннектикут и протестовали против него. И мне не совсем понятно, почему он оказался мишенью. Но Александра Чалупа сказала, что она ушла с пенсии, чтобы работать над этим. Она попросила больше информации или, как она выразилась, грязи, чтобы отстранить Трампа от кампании в сентябре-октябре 2016 года как раз перед выборами. Большинство ключевых доказательств, которые очень четко демонстрируют сговор между украинским правительством и оперативниками НДК, содержатся в статье, которая на самом деле была опубликована в политика до инаугурации, о которой написали Кен Фогель и Дэвид Стерн, в которой говорилось о том, как украинское правительство пыталось сговориться и вмешаться от имени Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. И, кроме того, как Петр Порошенко очень беспокоился, что администрация Трампа узнает о том, что они работают против него. И любой, кто хоть немного знаком с Трампом, знает, что он склонен мстить людям, обидевшим его. Джон Маккейн получил поддельное, фальшивое досье. Вы слышали о досье? Оно было проплачено лживой Хиллари Клинтон. Верно? И Джон Маккейн получил его, он получил его, и что он сделал? Он не позвонил мне, он передал его ФБР. Надеюсь, подставить меня под угрозу, и это не самый приятный поступок. Так что Петр Порошенко был обеспокоен тем, что произойдет по двум простым причинам. Во-первых, из-за сделок с оружием, а также экономические сделки и кредиты. Ну и, конечно же, из личных соображений Петр Порошенко с момента своего избрания стал очень непопулярным президентом. В какой-то момент его рейтинг одобрения упал ниже 10%. Шокирующий низкий показатель. На самом деле опросы показывают, что Украина меньше доверяет своему правительству, чем любая другая страна мира. После того, как Порошенко был приведен к власти Соединенными Штатами, ситуация стала катастрофической для Украины. Порошенко также беспокоился, что если он не сможет вытянуть перевыборы, то он разозлил Дональда Трампа на Западе, и вы могли видеть, его страхи нарастали. Первое, что он пытался сделать, это дипломатически уладить положение для Украины. Но потом он начал подставлять других, чтобы защитить самого себя. Это был провал внешней политики Украины, что суд признал факт вмешательства подобными действиями в избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки. Я слышал обвинение России в обмешательстве в избирательный процесс США, которое фактически реальными доказательствами не подтверждено. А здесь есть решение суда. Более того, этим решением суда установлена неправомерность, но еще и установлено о том, что тем самым действия этих лиц как граждан Украины причинили существенный вред внешней политике Украины. Весной 2016 года Александр Чалупа отправляется в посольство в Джорджтауне и знакомится с Андреем Телещенко. Его представил Чалупе посол Чалы. Александра Чалупа рассказывает Андрею Телещенко, что она пытается найти компромат на Трампа и Россию. И также она пытается найти компромат на Пола Манафорта и Россию. Она действительно хотела использовать эту информацию не для какой-либо разведывательной или юридической цели, она действительно хотела использовать ее для вмешательства в выборы. Исходя из того, что я видел, да, Александра Чалупа признает это в той самой статье «Политика». Она вовсе не отрицает этого. Она также говорит Телещенко, что не хочет, чтобы он каким-либо образом хоть как-то помогал компании Трампа. Телещенко преданный украинец, он был частью Майдана, ему это не нравится. Он думает, что это незаконно, и он думает, что это глупо. Он думает, что это глупо, потому что если вы поставите не на ту лошадь, это может плохо обернуться для вас. Он оказался совершенно прав, и поэтому он пошел к послу Чалому и сказал, это незаконно, я не хочу участвовать в этом. Чалый кричит на него, у него начинаются неприятности, через месяц он покидает посольство и возвращается в Украину. Возвращаемся к избранию Трампа. Я только что получил звонок от госсекретаря Клинтон. Теперь Кен Фогель и Стерн из «Политика», они узнают о том факте, что украинское правительство вступило в сговор с НДК, чтобы вмешаться от имени Хиллари Клинтону. И они начинают делать то, что является очень хорошо известной историей. Они разговаривают с Андреем Телещенко, они получают опровержение от Чалова, об этом сообщили один раз и потом забыли. Оказалось бы, она должна быть значимой. Было одно ключевое доказательство в истории политика. И этим ключевым доказательством, самым важным доказательством, и были имейлы, опубликованные в Викиликс. И это имейлы от Чалупы, оперативника НДК, Луису Миранди, директору НДК. Теперь позвольте мне описать, почему Луис Миранда важен, очень важен. Компания Хиллари Клинтон фактически захватила НДК еще в 2015 году. Поэтому, когда вы видите, что Александра Чалупа отчитывается непосредственно перед Луисом Мирандой, это означает, что она отчитывается перед самой компанией Клинтон, а не только перед НДК. И в этом письме Александра Чалупа хвастается, что она договорилась рассказать о поле Манафорте, и что она собирается заставить украинских журналистов вернуться и найти на него компромат. Теперь это полностью нарушает то, что должны делать сотрудники Открытого Мира. Фонд Открытый Мир является частью библиотеки Конгресса. Поскольку они являются частью библиотеки Конгресса, они не должны участвовать в вопросах выборов и политики. Из фонда Открытый Мир сообщили, что они фактически предупредили Александру Чалупу, не делая этого. Другим важным фактом является то, что Чалупа рассказывает, что она была с репортером Майклом Йосиков. Майкл Йосиков является легендарным в Вашингтоне. Он известен как мощный журналист-расследователь, который работал над историей Моники Левински. И он общается с Александрой Чалупой на протяжении всех выборов 2016 года. Фактически прямо перед выборами. Когда все думали, что Хилари Клинтон собирается победить, он публикует статью, в которой называет Александру Чалупу одной из самых важных людей на выборах 2016 года. Для меня самое интересное в этой группе журналистов, что эти журналисты были выбраны посольством в Киеве. Другими словами, эти журналисты были отобраны и отправлены государственным департаментом США. И это часть доказательства того, что государственный департамент был вовлечен на самом глубоком уровне в этот избирательный сговор и вмешательство. В декабре 2018 года в Киевском суде Лещенко и глава НАБУ были осуждены за вмешательство в выборы США. И одним из подозреваемых в этом деле был сам Петр Порошенко. Порошенко был так обеспокоен тем, что администрация Трампа повесит что-то на него, что сам начал подставлять Лещенко и НАБУ. И это был неверный шаг. Он не хотел, чтобы администрация Трампа понимала его причастность. Изменятся ли ваши отношения с США теперь, когда президент Дональд Трамп будет в Белом доме через пять дней? Украина за последние три года получала и получает очень сильную двустороннюю поддержку от США. Трамп предоставил возможность Порошенко оказаться перед камерами. Для меня большая честь принимать вас, господин президент. Спасибо за приезд. Трампу не нравился Порошенко. Почему не нравился? Ну, вы знаете, я думаю, что в первую очередь потому, что у Порошенко была своя позиция во время избирательной кампании в США. Он ведь поддерживал Хиллари Клинтон, причем он делал это открыто. А почему открыто? Потому что посол Украины в Соединенных Штатов господин Чалый в открытую поддерживал демократов, представителей демократов. Яценюк, человек, у которого есть экономический опыт и опыт управления, тебе нужно одобрение Байдена и закрепить положение дел тоже с согласия Байдена. Хорошо, отлично. Господин Яценюк, о котором мы вспоминали, прямо говорил и в этих словах оценках Трампа были оскорбления. Он заявлял о том, что Соединенные Штаты как страна, как могущественная страна, заслуживает на то, чтобы иметь умного, думайте, интеллектуально развитого президента. То есть, другими словами, он сомневался в этих качествах, как присущих господину Трампу. Господин Аваков, представитель этой же партии Яценюка, министра внутренних дел, заявлял о том, что Трамп маргинальный политик. И вот это все вместе означало одностороннюю позицию Украины на выборах в Соединенные Штаты Америки. Чего точно не должна делать любая страна в мире. И когда господин Дональд Трамп выиграл выборы, то для киевской власти это был шок. И для тех лиц, которых я перечислил. Потому что они были уверены, что эта победа никогда не состоится. И я думаю, что если это правда, то, что вы говорите о том, что Трамп плохо относится к господину Порошенко, то этому были реальные основания. Господин президент, пусть Бог благословит вас и ваших коллег и народ Украины. И пусть Бог благословит Соединенные Штаты Америки за то, что они могут продолжать помогать вам в ваших условиях. Спасибо, господин президент. Спасибо, господин Байден. И я случайно обнаружил эту информацию, расследуя украинский сговор с демократами, чтобы повлиять на выборы. И в течение следующих трех-четырех месяцев вы не узнаете всего об этом. Поэтому я решил, что не поеду на Украину. Вы не поедете? Не поеду, потому что считаю, что я приеду в группу людей, которые являются врагами президента. И в некоторых случаях врагами США. И есть даже осужденный, который был признан причастным к оказанию помощи демократам с выборами 2016 года. Я дам вам его имя, хорошо? Джентльмен по имени Лещенко. После двух лет игнорирования этой новости, игнорирования фактов вмешательства Украины в выборы в США, Ukrainian Gate стал привлекать внимание политических тяжеловесов. Я просто отступлю и буду наблюдать, чем это все обернется. В 1997 году человек, во многом определивший внешнюю политику США, Збигнев-Бжезинский, сказал, Украина, новое и важное пространство на евразийской шахматной доске, является геополитическим центром, потому что само ее существование, как независимого государства, помогает трансформировать Россию. В книге «Великая шахматная доска» он много писал об Украине, но всегда в одном ключе. Украина – это средство давления на Россию, не более и не менее. Украина с Россией – это 2300 километров. Любая дестабилизация в Украине, она отражается на интересах России. А внешнее управление, введенное Вашингтоном в Украине, делает возможным с помощью клоунады управлять процессами дестабилизации, которые непосредственно влияют на Россию. Если смотреть на то, что произошло с Украиной в 21 веке, возникает ощущение дежавю. Как будто мы окунаемся в старую, известную всем сказку о крысолове, который увел очарованных им детей в никуда. Миллионы людей оказались обмануты сладкими обещаниями быстрого процветания при помощи США и Западной Европы. После так называемой революции достоинства прошло совсем немного времени, и все ожидания рухнули. Место процветания – развал экономики, массовый исход населения из страны – разочарование, и гибель теперь уже тысяч людей. И самое главное, Украина находится в жесткой конфронтации с Россией. Функция, которую оставили Украине ее настоящие хозяева, работает безупречно. И любой, кто на самом деле смотрит на факты украинского переворота 2013-2014 года, может увидеть, как США были непосредственно вовлечены. Но это была не просто цель, это было средство для достижения цели, а цель, которой они стремились, была средством давления на Россию. Они разожгли агрессию против России прямо на границе России, а затем обвинили Россию во всем, что случилось. Но все же интересно, понимают ли кукловоды, что иногда марионетки начинают жить своей собственной жизнью. Истории с вмешательством Украины в американские дела первый тревожный звонок. А дальше? Война между Украиной и Россией. Вчера это было немыслимо. Сегодня вероятный сценарий. И не важно, кто начнет первым. Важно то, что ударная волна от первого же взрыва разойдется слишком широко и затронет тех, кто предполагает отсидеться в стороне. понимает ли крысолов, который уводит поверивших ему все дальше и дальше в никуда, что Россия никогда не смирится с тем, что вблизи ее границ враждебное государство. Можно сказать, что последние годы были сложными, тяжелое время. Годы будут непростые, я бы особенно сказал, непростым будет 2019 год для Украины. Вы чего-то боитесь? Да. Чего? Что мир взорвется? Однажды прозвучит тот самый выстрел. Например, украинские военные катера снова попробуют нарушить границы, которые Россия считает своими. И тем самым вызовет ответную стрельбу со стороны российских пограничников. Или откроют огонь первыми. В любом случае, будут жертвы. И тогда начнется война, в которой Россию, естественно, объявят агрессором. Украинские танки двинутся на Донбасс, чтобы одним ударом уничтожить непризнанные республики. Чтобы спасти людей, им навстречу выдвинутся российские войска. Для защиты венгерских граждан, живущих на западе Украины выступит венгерская армия. Польша объявит мобилизацию резервистов, появится реальный шанс вернуть земли, отторгнутые Советским Союзом в 1939 году. Произойдет то, чего боялся весь мир в годы Холодной войны. Взбудется страшный сон Москвы, Брюсселя и Вашингтона. Армии России и стран НАТО войдут рано или поздно в соприкосновение. Никто не будет желать полномасштабной войны. Но если у кого-то сдадут нервы, или ошибка бортового компьютера, или ошибка оператора ракетного комплекса ПВО, достаточно дружественного огня, чтобы две военные машины столкнулись под оглушительные взрывы тактических ракет и снарядов. Это будет началом испепеляющего Армагеддона. Да, на месте Украины останется только выжженная земля. Мира хватит пламя гигантской, вероятно, последней для человечества войны. Только из-за того, что в Киеве кто-то очень захочет удержаться у власти. То есть ничего хорошего не будет. Как вы думаете, считает ли он, что эти две страны смогут когда-нибудь сблизиться опять? Я думаю, что это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских союзнических отношений. И в конечном итоге все-таки мы придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежит. В Украине будет две избирательные кампании, которые предопределят место страны в мире и самое главное предопределит власть в Украине. То есть перед Украиной снова открываются возможности. Новый президент Украины Владимир Зеленский победил, потому что пообещал остановить войну в Донбассе. Одного приказа главнокомандующего достаточно для того, чтобы война была прекращена и тысячи человеческих жизней были бы спасены. Никто не может ему помешать отдать такой приказ. Но дни идут, а мира нет. Надежды народа Украины на новый курс тают с каждым днем. Единственный способ исправить эту ситуацию это выбрать в парламент политиков, способных выполнить свои обещания перед народом Украины. И наше на первое завдание припинение в огне на Донбассе. Я распускаю Верховную Раду Восьмого Скликаня. У нас парламентская президентская форма управления. И поэтому, победив на парламентских выборах, мы можем изменить ситуацию, на что мы и рассчитываем в стране. У него есть убеждение в этом все дело. Да, я тоже это вижу. Я, допустим, могу с чем-то не соглашаться, но это не может не вызывать уважения. Конечно, конечно. Но, во всяком случае, он относится к такому, к категории людей, которые выступают за независимость, за укрепление независимой Украины, но в то же время считает, что этого эффективнее добиваться путем развития сотрудничества с Россией. Ну, и я думаю, что он в значительной степени прав. Мы используем жизненный принцип с Оксаной. Делай, что должно, и будет, как будет. Я думаю, это правильный жизненный путь, правильный жизненный принцип. Да. И мы должны его реализовать. Спасибо. Спасибо.